За прошедших два года, мне казалось, что мы уже приняли все решения по поднятым вопросам. Все. И по какому-то третьему, пятому кругу идем, решая другие вопросы, эти же самые. Например, обсуждали вопрос семейного капитала. Рамки семейного капитала будут расширены. Жильем, может быть, еще какими-то вопросами. Если тут только семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка и еще на образование, по-моему, то сейчас мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе. Ну, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь. Так называемое самозанятое. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться. Они привыкли, это моя вина в том, что все, а вот надо, надо помочь, где-то кто-то зарплату не выплатил, голову отвернули в тюрьму, посадили руководителя. И у людей сложилось впечатление, что работаю, не работаю, ничего. Президент услышит, заставит, заплатит зарплату. Что, этого нет? Это тенденция уже стала у нас. Поэтому надо людям начинать шевелиться. Что касается власти, они правильно пишут, что нам бы вот в чем-то помочь, что мы и делаем. Вы помните, как по Орше сколько критиковали меня за этот проект? А, там родина президента, он... Я действительно взял этот проект в городе, типичном для таких городов Беларуси. Потому что я знаю этот город, и там мне уже, меня не обойдешь. Я знаю все предприятия. И вы знаете, сколько было труда? У нас одна из причин, что с некоторых министров, как у вас принято говорить, головы полетели. Это было невыполнение моих решений по Орше. Потом вышли на какой-то единый образец. Мы его сейчас прокатываем в Орше. Уже началась работа в Борисове. У нас в Барановичах, Молодечной и так далее определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Но это мы хотим пробировать тот путь, по которому пойдут такие города. Нас беспокоят сегодня не столько минские областные центры по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения. Не столько районные центры, о которых вы говорили. Там мы проблемы решаем, худо-бедно. А вот эти города крупные за 100 тысяч человек. 100, чуть меньше, где накопилось море проблем, и мы якобы не видели эти проблемы. А это огромное количество населения, и куда деваться этим людям. Им надо помогать там. Поэтому было решено мной создать вот этот проект, например, и Орше. Точно так и по районным городам прошли. Точно так по агрогородкам. То есть все решения по вертикали, начиная от агрогородка, деревеньки, и до города Минска приняты. Опять можно полдня об этом рассказывать, начиная о сокращении строительства Минска и развитии городов спутников. Вот в этом следующем году мы больше внимания этому уделим. Даже вот я у вас заметил, что люди подкритиковывают власть о том, что вот говорят о городах-спутниках, но ничего не делают. А Минск резиновый, там он разрастается и так далее. Люди должны понимать, что такие решения с бухты-барахты не принимаются и не реализовываются за один год. Если за один год мы это реализуем, Минск бастоват завтра будет. Потому что многие уже заплатили за квартиру, многие знают, где эту квартиру будут строить, уже дом, фундамент заложили и прочее. Поэтому надо время, чтобы уйти со строителями из Минска и не делать его резиновым, а развивать города-спутники. Нельзя это делать одномоментно. Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано, я уже разозлившись, публично говорю, встань к зеркалу и посмотри на себя. Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, и вы долго шутили, раздеваться и работать. Мы транзитная страна. Говорят, не дай бог, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от Великого Китая до Германии, Великобритании и Франции, как Беларусь. И здесь кто только не едет, не ползает и не бегает. Ну ты как скажите им услугу. Надо просто шевелиться. Надо уже, чтобы у Беларуса вот эта предпринимательская жилка просыпалась. Мы же ведь создали все условия, начиная от вот этого мелкого предпринимательства, самозанятых, в торговле там, на селе, в доме, иди торгуй, производи что-то, корзины, плети, косы, трактора ремонтируй, велосипеды и так далее, до Айти. И везде открыли, уже настолько открыли, предоставили свободу, что трудно найти такой страны, которая бы предоставила столько свобод для предпринимательства. Так надо шевелиться, надо начинать работать. Продолжение следует...